Идет подготовление к конкурсу костюмов, которые мы изготавливаем. Нам пришлось немного почистить вербочку. Мы, конечно, попросили у нее прощения за то, что мы воспользовались ее влагами. Немножко ее почистили. И вот мы берем костюмчики типа праздник Нептуна. Есть у нас уже костюмы. Что получится? Это будут прекрасные костюмы. Мы не сомневаемся. Они будут самые лучшие костюмы. С такой командой невозможно быть последним. Мы можем быть только первыми. Верно, команда? Да. И наш клич. Ом! Yes! We are the first. Умница. Только не выкладывай это в гитлос. Почему же нет? Чтобы сражаться, напряжаться. Яшки солнцем мэрежат, заполняться. У нас тоже технология, целый процесс. Мы уже можем готовить костюмы на продажу. Кстати, вот один растягивает, наклеим. У нас, видите, у нас уже четкая технология. Даже сантиметры, которые между веточками мы оставили, уже рассчитаны. Я не знаю, как вязать надо. Видите, браслеты. Браслеты. О, суперовка. Держи. Отлично. Итак, пока каждый готовится. Каждый готовится. Потому что пока мы будем делать эти нагрудники. Готовится. И костюм. Пойдем посмотрим, чем же занимаются наши конкуренты. А где конкуренты? А, конкуренты вот где-то там спрятались. Мы пойдем сейчас узнаем у них, что же там у них. Чем занимаются наши конкуренты. Так, это наш капитан команды, без которого команда скучает. Мы посмотрим, что же делать наши конкуренты дальше. Мы идем к вам, чтобы у вас идею стащить. Ну, идея не на бак, конечно. Все то же самое. Но прекрасные веночки какие у вас. Замечательно. Девушки крутут прекрасные венки. И как костюм будет ваш называться? Сначала сделаем, потом венок. Как всегда. Есть люди, которые работают иначе? Здорово, красиво. Ой, столько. Это прям как на купала веночки. Напоминает мне праздник. Купала, что-то уже на носу. А, оно же было только недавно? Было. Или еще какое-то есть? Будет еще. Ночь с 6 на 7. Еще будет? А вот то, что было 22 числа? Это была Троица. Это не купала разве была? Нет. Тут Антруханов острый был прям. Разного ли праздника купала? Интересно. Купала будет ночь с 6 на 7. Ммм, вот ты наш. 6 на 7 купала будет? Да. О май гад, окей. 6 на 7. Ммм, спасибо за подсказку. Это официально будет праздник Ивана Купала, да? Да. А, Ивана Купала. Так это православный праздник Ивана Купала. А, значит, Купала это был славянский праздник. Я понял, наверное, в этом разница. Там же в календаре разница, по-моему, идет. Да, в календаре 13 дней, наверное, в этом точно. Если было 22-го, 13 дней. 24-го Троица была. А, Троица, Святая Троица. Я немножко оставший в этом плане. Простите меня, пожалуйста. Спасибо за то, что проследили. Так, мы посмотрели, чем занимается эта команда. И идем сейчас обратно в нашу команду. Вообще, друзья, состояние, конечно, прекрасное. Через эти игры мы заряжаемся позитивной энергией. И, как всегда, Антон, неутомимый Антон, который все готовит, все куховарит, и специалист на все руки. Понимаешь, вот как без него здесь, что мы здесь вообще делали. Какой идет костер у нас, какая коста. Да, огонь, дождь, это то, на что можно смотреть, не уставая. Почему? Наверное, потому что он постоянно меняется. Кстати, интересно, почему он дымит. А, дымит. Он же смолистый. Смотри, как он дымится, да? Прям дым, копоть идет такая. Да, сколько смолы в этой сосне, очуметь. То есть, насколько вот сосна, которая выросла на песках, и там, где сухая, сухая погода и песоки, по сравнению с сосной, которая выращена в Сибири, которая очень ровная, стройная, легко колется. Мы тут полчаса одно бревнышко пытались разломать. Долго было. Сучковатая, она очень крепкая, конечно. Прям как акация пустынная. Смотри, сколько смолы здесь. Запаха не слышу, ветер от меня идет, но прямо видно, что копоть идет с молотова. Я первый раз такое вижу, не обращал внимания. Никогда не палил просто такие... Такое дерево, сосны. Да, то есть, разное содержание. Классно. Костер, красота. И наш котел, в котором варится чай. Да, такой запах смолы конкретный. Так, мы продолжаем. Идем в нашу команду, в наши костюмы. Что там? Какой запах. Что ты делаешь? Это потом узнаешь. Радиоприемник какой-то. Это какой-то радиоприемник. Ну, почти. Да, да, вижу. Супер, типа охота на лис. Как вот это, бегаешь с этим радиопередачей, прикольно. Супер. Это как для снов. Для чего? Плавец снов. Плавец снов. Крежная штука. Нет, это я шучу. Ловец снов, он там другое. А, это с фильма какого-то, да? Нет, это ловец снов. Это видел такие кружочки, в которые там внутри сеточка ввязаны, и перышки висят. Не видеть он ни разу. Это антенну, я по-моему, делаешь антенну, да? Не совсем. Ну, вы поймете. Это для всех команд. Хорошо. А, для всех команд даже? Это металлическая проволока, да? Нет. А, это леска? Да. А, леска, тогда понятно. Так, ну, мы это узнаем позже. Нет, я предлагаю. Угу. Повозвращаемся в нашу команду. Та-дам. У нас уже готовы веночки. Та-дам. Шикарные мячи. Так, давай повязки на вас. Повязки? Какие повязки у нас будут? Где камень есть хороший. Камень. Тимвол пишется. Кружочек. Сейчас нарисуем. Так, татуировку можно на руке. Да, кстати, да. Очень будет классно. Поскольку наша команда называется Ом, и мотив у нас, мода наше Ом, Мы сейчас... Это если что можно использовать? Да, моя умничка, боже, не слышала. Так вот подхватила вообще. Просто бомба. Мы сейчас создадим свою мандалу. О, это круто. Реально круто.